Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня наша команда принца, а именно Ягозин Данял и Кумаров Тинопа, хотим представить наш проект в созданных рамках программы NSForce, направленный на решение глобальных проблем, связанных с водой, едой и энергией. Наш проект тесно связан с актуальными проблемами энергии во всем мире и пересекается с проблемами переработки и сортировки мусора в Казахстане. На первом этапе нашего проекта мы поставили несколько целей, на основе которых мы проведем исследование. Изучить проблему переработки мусора в республиканском масштабе, а именно в Казахстане, оценить актуальность угрозы несортировки мусора и рассмотреть возможности нашей команды для решения данной ситуации. Для того, чтобы изучить проблему сортировки мусора, мы должны сначала понять, что из себя представляет эта сортировка мусора. Это разделение и классификация отходов по их происхождению с учетом их пригодности к переработке или же к вторичному использованию. Существует классификация мусора по степени опасности и вреда. К первому классу относятся ртутные, люминесцентные, кварцевые лампы, также конденсаторы. Это самые опасные отходы. Далее идут аккумуляторы машин, батарейки. И третий класс менее опасных отходов – это медные провода, ацетон и моторные масла. Также существует классификация мусора по роду и их происхождении. Это всеми известные нам пластиковые, стеклянные или же органические отходы. Мы разобрали, что из себя представляет сортировка мусора. И теперь можно перейти к его изучению. На этапе изучения мы используем несколько методов, а именно анализ мнений, треугольник уверенности, круг связей. В первом методе мы проанализировали мнения нескольких государственных служащих. Сначала мы разобрали мнения первого президента Республики Казахстана, Машултана Бешуси Назарбаева, который в 2013 году поставил задачу до 2030 года увеличить долю переработки твердых бытовых отходов до 40%. Второе мнение принадлежит заместителю председателя Сената парламента Сергею Громову, который в 2016 году заявил, что регенерируемые отходы на сумму около 60 миллиардов тенге в год подвергаются захоронению на полигонах. Третья точка зрения принадлежит начальству Минэнерго, которое утверждает, что за 2018 год ни один из более чем 3,5 тысяч полигонов, кроме столичного, не соответствовал нормам санитарно-экологическим стандартом. Из этого можно сделать вывод, что на территории Республики Казахстан присутствует обширная и опасная проблема, связанная с переработкой мусора. Исходит она из-за низкого количества сортировки отходов, что сильно вредит экологии воздуха, грунтовых вод и балансу экосистем. На методе треугольник уверенности мы анализируем, какой вклад вносят исполнительные лица тех или иных компаний, а также какой вклад внесем в будущее мы с помощью нашего проекта. Например, Шинбулат Байкулов, руководитель ассоциации «Казвейст», куда входят более 50 организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся сортировкой и переработкой отходов. Цель этой ассоциации «Казвейст», как указано на сайте, поддержка бизнесменов в этой отрасли, внедрение новых проектов, в том числе и система раздельного сбора отходов. Мы, в свою очередь, с помощью нашего сортировочного аппарата в будущем несем его в школу или в наш местный район, чтобы проверить и далее проанализировать, какой же вклад вносит сортировка мусора в нашем районе. В заключительном методе «Круг связи» мы ищем взаимосвязь в коих причинах и последствиях данной проблемы. Из этого мы делаем выводы и ищем меры, которые мы можем предпринять. Наша проблема заключается в загрязнении экологии страны, и одной из причин является несоответствие мусорных полигонов их санитарно-экологическим нормам. Это, в свою очередь, исходит из-за несортировки перерабатываемых отходов. И верхушкой всех этих причинно-следственных связей является отсутствие серьезных мер и поддержки государства для решения данных проблем. Следовательно, наш проект заключается в создании мусоросортировочного аппарата, который за счет звуков при соударении молоточка с мусором будет определять его происхождение и автоматически распределять его по контейнеру. А больше о нашей разработке вы уже узнаете на этапе создания. Наш проект не будет решать последствия этих проблем, а сразу будет искоренять источник данных проблем. Такого лозунга придерживается наша команда. На этом этап исследования заканчивается. Спасибо за внимание. До свидания.